здравствуйте друзья и сегодня я расскажу вам про книгу гейдара джимали новая теология это вторая книга этого замечательного философа в моей жизни и она тоже стала для меня целым событием огромным потрясением привела меня просто в дикий неописуемый восторг как впрочем и первое книга представляет из себя сборник избранных лекций где главной магистральной линии проходит тема реальности и традиции слова реальность от латинского res то есть вещь дана нам в наших органах чувств это то с чем мы соприкасаемся на уровне ощущений на уровне эмпирического опыта но действительность это совсем другое действительность можно только умопостигать в виде каких-то концептов ее нельзя пережить или ощутить они можно только думать и говорить действительность имеет отношение к смыслу мы к смыслу который миру трансценденте потому что смысл существует только для субъекта который его там хочет найти или хочет там увидеть так вот традиция эта форма взаимодействия с тем что не дано нам на уровне наших чувств с непостижимым с истиной истина вообще не про эмпирический опыт она всегда про смысл который трансценденте миру и которого там нет вообще существует несколько стадий взаимодействия с реальностью в традиционном обществе на высшем уровне жрецы прямо созерцают реальность далее они ее облекают форму мифа или символа понятного для большинства людей и самая последняя стадия это уже какое-то традиционное искусство которое работает с производными от этих символов джебаль интерпретирует библейский миф о древе познания следующим образом для него запрет вкушать плод познания это запрет именно великой инициатической традиции знаниями о которой как раз и обладают жрецы эта традиция уходит корнями в первые дни золотого века и связано с первыми проявлениями человеческого существа со всей во всей полноте его проявлений с выходом на антологическое я с ощущением себя как субъекта и запрещает бог это человеку не просто так а потому что этой инициатической традиции существовала какая-то достойная альтернатива райское состояние или золотой век это чистая реальность где человек эта часть природы ей не противостоящая ощущающий себя с ней одним целым и не слышащий биение своего сердца который бы напоминала ему о его смертности в середине рая растет древо познания и человеку нельзя приближаться к центру к субъектности к своему я только он это делает то он навсегда выбрасывается из реальности в действительность в мир смыслов внутри человека есть то что миру не принадлежит чтобы созерцать и осмысливать этот мир нужно быть вне матрицы душа или субъект порывает с миром не только вещей но и с миром идей потому что чтобы созерцать идеи которые мы поместим в божественный платонополис или созерцать вещи реального мира нужно не быть ни идеей ни вещью самому нужно вообще не быть в том смысле как существует все поэтому субъект это то чего нет какое-то чувствилище на которое действуют идеи но он не есть идея даже мысли субъекта о самом себе это не субъект субъект это возможность любой мысли подобно тому как мы на физическом уровне чувствуем боль не будучи сами болью точно также субъект мыслит не будучи сам мыслью не будучи идеей поэтому в центре всего того что существует на уровне вещей или на уровне идей находится несуществующее это несущее представлено человеком как субъектом человеческим сознанием но так как человек смертен то это ничто внутри него не принадлежит ему самому это черная дыра внутри нас не принадлежит субъекту а принадлежит субъекту с большой буквы то есть богу который находится за границами этого звездного неба именно это ничто и есть бог монотеизма с точки зрения джимали именно он и делает возможным восприятие мира человеком современный человек не может созерцать реальность напрямую между ними реальностью стоит мир концептов и смыслов которые ее деформируют в традиционалистической метафизики значительное место занимает иллюзорность реальности которая как бы скрывает действительность иллюзия это майя но майя это не совсем точный перевод иллюзия это не совсем точный перевод слова майя майя происходит от санскритского матер или материя материя и майя это пассивный полюс или чистая потенция возможности с которой происходит проявленная субстанция которую мы и называем нашей приходящей реальности то есть майя это то чего не было что в данный момент существует и дальше его уже тоже не будет человек который осмысливает реальность которая без этого осмысления представляет из себя просто груду камней и бессмысленный хаос является носителем точки нетождества со всем большим космосом именно это сверхчерная точка как пишет джамаль является контрапунктом организующим бессмысленным бессмысленные эманации из первоначала в концепты в концерты альтернативного нового порядка вокруг себя эта точка всего лишь отражена в нас мы не носители и и мы только заражены ею эта черная точка является вирусом несмирения с майей с бесконечностью которой не было и не будет эту черную точку джамаль называет богом она есть творческий центр который не существуя существует величайшим образом структурируя бессмысленный мир вокруг себя джамаль противопоставляет религию пророков религию откровения и инициатическую традицию традиция говорит что высшее благо для человека это слиться с бесконечностью стать с ней единым целым то есть ты есть то бесконечность в традиции поглощает нас в религии откровения все наоборот в ней с нами говорит не бесконечность а сам трансцендентный субъект поэтому в моноте изме сама причастность субъекту это и есть высшее благо потому что субъект это конус света рассекающий бесконечность мрака все что не мы поэтому является злом потому что все остальное не имеет никакого смысла а смысл только в нас джамаль говорит что высшим существом традиционализма является дьявол откровения дьявол это сын земли который говорил с богом спорил с ним и он на является князем мира сего по библии он был первым творением бога или архетипом всех последующих существ дьявол это господин той первой реальности или мая которая выведена как порядок из хаоса дьявол это господин порядка хозяин структурированной вселенной гарант иерархии гарант жестокого эшелонирование эшелонированного бытия говорит джамаль и дьявол хочет изгладить из нас эту точку нетождества убедить что смотрящего в бесконечность в нас нет а бог напротив упраздняет и все это бог рождает освобождающий свет откровения свет антисистемы свободы и любви когда пророки приносят людям истинное знание то возникает профаническое общество потому что мир концептов и искусственных конструктов которые формируют социальную реальность не дает людям воспринимать истину и они обволакивают истинное знание в чуждые ему одежды традиционализм считает что антитезой духу духу святому является материя или майя или телесность какая-то но в религии откровения все не так именно социальная реальность все вот эти искусственные конструкты традиционализма и есть анти духовность которая скрывает истину именно это все противостоит богу то есть в религии откровения именно социум это анти духовность потому что бог поместил человека в центр земли чтобы он был его наместником но эту роль у нас похитила общество которое вместо человека вместо земли вместо бога стала этой мыслящей протяженностью у которой центр везде а периферия это сердце человека человека чуждают обществу и совесть и сознание общество или скорее способ его организации и функционирования это и есть земной бог или левиафан который противостоит богу откровения поэтому религия пророков делает человека маргиналом то есть стоящим где-то сбоку свидетельствующим и смотрящим творящим и свободным это у меня все пока пока